МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа подробно в эфире телеканала 24КЗ. Здравствуйте! В начале марта 1918 года в районе Барбадоса пропало американское военно-морское судно «Циклоп». Корабль исчез вместе с экипажем, который состоял более чем из 300 человек. Куда делось судно, так и осталось неизвестным. Как заявил президент Соединенных Штатов Удро Вильсон, только бог и море знают, что произошло с кораблем. «Циклоп» стал, пожалуй, самой крупной жертвой Бермудского треугольника. О том, что из себя представляет эта геометрическая фигура и чего здесь больше, правды или вымысла, расскажем сегодня в программе подробно. Бермудский треугольник – это район в Атлантическом океане. Вершину условного треугольника составляют американский штат Флорида, Бермудские острова и свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико. Бермудский треугольник окружен самыми различными мифами, среди которых весьма необычные природные условия, действия инопланетных существ и даже происки жителей Атлантиды. Впрочем, у береговой охраны США, так же, как и у экспертов страхового рынка Ллойдс, на этот счет свое мнение. Они считают, что исчезновение судов происходит в этом районе не чаще, чем в других местах Мирового океана. Название «Бермудский треугольник» было введено в 1964 году журналистом Винсентом Гаддисом, хотя впервые о таинственных исчезновениях в этом районе написал корреспондент Associated Press Джонс, назвавший этот район «Морем дьявола». Всеобщую популярность «Бермудский треугольник» приобрел после того, как сторонник существования аномальных явлений Чарльз Берлиц опубликовал книгу с одноименным названием. В ней автор описал различные таинственные исчезновения, якобы происходившие в этом месте. Ставшая бестселлером книга «Бермудский треугольник» подогрела интерес у публики, хотя, как выяснилось позже, не все факты, приведенные Берлицем, правильно изложены. За последние 100 лет сторонники теории аномальных свойств «Бермудского треугольника» насчитали 100 происшествий, случившихся в этом районе. Но эксперты зачастую отмечают, часть аномальных случаев произошла и вовсе за пределами загадочного района. Более того, о многих происшествиях не удалось найти никаких свидетельств. Если же рассматривать научно обоснованные теории, которые объясняют таинственные исчезновения в Бермудском треугольнике, то их не так уж много. Согласно первому предположению, в этом районе могут происходить выбросы гидрата метана, супрамолекулярного соединения метана с водой, в результате чего образуются огромные пузыри, и корабли просто не могут плавать. Эксперимент показал, что судно в таких условиях может затонуть за несколько секунд. Что касается исчезновения самолетов, то при выбросе метана происходит снижение плотности воздуха, в результате чего уменьшается подъемная сила и искажаются показания альтиметров. Метан также может стать причиной остановки двигателей. Вопрос только в том, возможно ли выделение газа в таких объемах. Да и вообще выдросы гидрата метана происходят и в других частях света. Ученые также рассматривают версию так называемых блуждающих волн. Предположительно, они могут достигать в этом районе высоты 30 метров, что и становится причиной гибели кораблей. Ну и, наконец, существует теория инфразвука, которая может генерироваться в определенных условиях и заставлять членов экипажа корабля в панике покидать судно. Если пропажа военно-морского корабля «Циплоп» считается самым крупным происшествием с судами, то наиболее известная история исчезновения в Бермудском треугольнике самолетов связана с пропажей звена американских бомбардировщиков-торпедоносцев типа «Эвенджер». 5 декабря 1945 года самолеты поднялись с базы военно-морских сил США в форт Лодердейли и назад не вернулись. Их обломки не были найдены. Скептики считают, что звено «Эвенджеров» пропало не вследствие аномальных явлений, а просто потому что заблудилось. В результате в самолетах закончилось топливо, и они попытались сесть на воду. Но поскольку на море было сильное волнение, ничем хорошим эта попытка закончиться не могла. Рассматривается и версия взрыва самолетов в воздухе в результате некорректной работы топливной системы. Тему Бермудского треугольника довольно часто поднимают в искусстве. Об этом загадочном районе снимают фильмы, пишут книги, а советский поэт Владимир Высоцкий написал знаменитую песню. Письмо в редакцию программы «Очевидное и невероятное». Вы же смотрели программу подробно. До встречи!